Всем привет! Как я рад, что мы с вами снова вместе, что вы любите рок-музыку. И не только какой рок, господи, что я оговорился, что вы любите просто современную и не очень современную музыку. Хотя я уже говорил много раз, что для меня не играет роли никакой, в каком году записана та или иная пластинка, потому что музыка, она вне времени существует. Ну, по крайней мере, для меня. Мне вообще все равно. В 50-е годы прошлого века записан альбом, в 30-е годы прошлого века записана песня или вчера. Если эта песня мне нравится, она всегда со мной, она для меня всегда современная. Она всегда в моем времени находится. Ну, благодарю вас за то, что вы поддерживаете канал материально, за то, что пишите комментарии. Комментарии я стараюсь на видео здесь не комментировать, хотя иногда тянет, когда комментарии доходят до уровня Мурку, давай. Ну, я не буду, я там лично пишу что-нибудь злобное или веселое, не знаю. Ну, в общем, мне приятно общение и приятно вспоминать свои любимые пластинки. Например, пластинки группы Гонг. Вот такой вот альбомчик. Это 71-й год, если мне память не изменяет. А может быть, и изменяет, кстати говоря. Да, 71-й. Но я уже говорил, что время для меня не очень большое значение имеет. Камамберт Электрик называется альбом, то есть Электрический Коммандер или Коммандер, как говорят в наших магазинах продавцы. Что тоже, в общем, все равно. Группа Гонг. Довольно часто я в комментариях читаю о том, что люди любят группу Гонг, хотят увидеть какую-нибудь пластинку в моих руках, что-нибудь про нее услышать хорошее. Я и говорю хорошая. Это очень хорошая пластинка, очень хорошая группа. Вот так вот на момент создания альбома выглядел ансамбль. Вот так вот живописно весьма. Ну, потом он стал выглядеть по-другому, потому что вот я говорил о группе Soft Machine недавно и сказал, что Soft Machine это не то чтобы рок-группа в традиционном понимании этого слова, этого термина, этого понятия. Это некий раздел рок-музыки. Тьфу ты, опять рок. Некий раздел современной музыки, куда музыканты приходили, уходили, составы менялись. Но эта штука под названием Soft Machine сохранялась. И сохранялась в своей музыке. В общем, те, кто любит эту группу совершенно спокойно относится к тому, что один человек ушел, другой человек пришел. Все равно все оставалось так, как есть. Так, как должно быть. С гонгом такая же история. Переиграла больше 20 музыкантов в группе гонг. И изменения были достаточно серьезные. Например, когда ушел Дэвид Оллен, лидер, главный вдохновитель, создатель, душа и смысл группы гонг. Группа стала называться Pierre Marlen Gong по имени французского ударника-барабанщика. И она превратилась, на мой взгляд, там три альбома, по-моему, вышло у Pierre Marlen Gong. У меня ни одного из них нет. И они мне все не нравятся. Хотя музыканты там высочайшего уровня играют. Но это такой какой-то европейский фьюжн, европейский джаз-рок электрический, да, скажем так. Какой-то такой, как у всех. Не знаю, очень круто все сыграно, очень здорово, мощно. Ну, совершенно как у всех. Я не могу там что-то для себя... Ну, опять-таки, это мое мнение. Может быть, у вас оно другое. Я знаю любителей Pierre Marlen Gong, они все так говорят, что, ох так, а джаз-рок такой крутой, да. Ну да, джаз-рок крутой. Больше ничего сказать не могу про этот состав. А что касается настоящего гонга, хотя, что значит настоящий? Периодически возникали разные объединения музыкантов, которые все назывались гонг и играли на разных площадках, в разных составах. Но все эти люди имели отношение непосредственно к группе гонг и потом собирались вместе и выпускали очередной альбом гонг. То есть эта группа очень живая, очень живая, очень свободная была. И здесь я вижу какой-то парадокс страшный, потому что Дэви Толлин, парень из Австралии, музыкант, поэт, битник настоящий. То есть не такой, как мы были со свином и с Цоем битнички. Мы просто... Нам просто нравилось это слово. А битники — это интеллектуалы, все знают, да, про это интеллектуалы, поэты, писатели нью-йоркские и не только нью-йоркские, американские, из разных мест собиравшиеся. Очень любили джаз. Все были такие упоротые на джазе люди и искали новую форму творчества. beat generation такое было, понятие, поколение битников. Ну вот Дэвид Толлин был как раз в каком-то смысле слова битником, творческая личность, поэт, писал, естественно, писал стихи, песни и вообще занимался поисками новых форм в искусстве. Он являлся одним из основателей группы Soft Machine, которую я уже упомянул, которую я очень люблю и про которую уже есть один ролик, будут еще. Но когда группа Soft Machine гастролировала по Европе, по разным странам Европы, да, Евросоюза никакого не было, в помине тогда еще, у него были проблемы с визами, ему было не въехать в Англию. Поэтому Soft Machine вернулись в Англию без нее, потом поехали в Америку и записали первый альбом. Самый первый альбом был записан с Дэвидом Олином, который у меня тоже есть, я его покажу. Но он такой как бы не совсем альбом еще. Он вышел позже, позже первого альбома. Первый альбом был записан без Олина, а Олин в Париже обосновался, и там собрались музыканты, поэты, художники, творцы в такую хиповскую коммуну. Там и родилась группа Гонг. Что для меня безумно странно, потому что вся музыка Гонга, она настолько высокопрофессионально придумана, хотя эти вещи тоже трудно в моем сознании совмещаются в профессионализм и творчество. Они как-то не коррелируются друг с другом. Профессионально может быть исполнение, а что до творчества, творчество это просто творчество. Но мне трудно понять, как в хиповской коммуне рождалась подобная музыка, потому что удивительное мастерство исполнительское, удивительно продуманные композиции, настолько все отрепетировано, настолько все серьезно сыграно, что в моем понятии коммуна хиповская, это хиповская коммуна. Это люди живут и занимаются каждой собой и все вместе общением с космосом, с Иисусом, с Кришной, с кем угодно, кому что нравится, да, и такая свободная, вольная жизнь. А вот это работа серьезных музыкантов. То есть, что это такое? Это надо собираться, днями репетировать напролет, много дней, потом приходить в студию, там долго все это записывать, слушать, браковать, переписывать. Это такая профессиональная работа. И как это совмещалось с жизнью хиповской коммуны, мне понять очень трудно. Но, тем не менее, каким-то образом совмещалось. И музыка у гонга получалась совершенно удивительной. Причем, да, что касается смены составов и миграции артистов в группу и обратно. Сравнительно недавно, пару лет назад, вышел новый альбом группы Гонг, который уже записан после смерти Дэвида Олина. И там нет ни одного человека из первоначального состава группы Гонг, хотя Джилл Смит, по-моему, там есть еще девушка, с которой жил Дэвид Олин. Но это тот же абсолютно Олиновский Гонг, также точно звучащий, ну, естественно, выросший в современный звук, в современные ритмы, в современную уже индустриальную, вот эту постиндустриальную атмосферу. То есть нельзя сказать, что они играли одно и то же всегда. Они играли в своем ключе, в своем направлении, да. Но, конечно, технологии меняются, инструменты меняются, студии меняются, все звучит иначе, и мысли другие приходят в голову, да, и песни про другое, и по-другому структурированы немножко. Но вот вышел Гонг без Олина, все равно Гонг с Олином считается. Как бы вот так, то есть уже с одной стороны и личность не важна вроде бы, да, а с другой стороны все на личности Олина здесь и держалась. В общем, вот эта пластинка, она, что до дискографии, кстати, раз пошла такая пьянка, да, что называется, про миграцию музыкантов, про хиповскую коммуну, про разные составы, про одновременное музицирование разных коллективов под названием Гонг, потом все вместе Гонг, то дискография группы Гонг, она тоже достаточно интересна, потому что вот эта пластинка, она считается второй, но с тем же успехом она может считаться четвертой, например. Посмотрите, полистайте разные дискографии, потому что разные объединения в разное время записывали музыку, Гонг, пластинки выходили, как и у Soft Machine, там, первый альбом вышел после четвертого, там, или после пятого уже, и то же самое с Гонгом, то есть официально второй альбом, по сути, то ли четвертый, то ли какой-то еще. Но, во всяком случае, это начало эпопеи про Планету Гонг, про радиогномов. Радиогномы начались через два альбома после записи этого альбома, трилогия знаменитая про радиогномов, но здесь радиогномы уже появились, то есть фактически это первый альбом про радиогномов, спустя два альбома пошла уже настоящая трилогия. Вот так вот все немножко смещено. Ну, здесь первая вещь называется радиогном, длится она 27 секунд, но все понятно, что это про радиогномов. А дальше начинается уже музыка Гонга в своем, в одном из лучших своих проявлений, то есть это вам и джаз, это вам и рок, это вам и фанк, это вам и психоделия, это вам и спейс-рок. Что касается спейс-рока, то на второй стороне прямо можно начать с произведения «squeezing spoons over policemen's head», «hats», «sponges over policemen's head», да, я прошу прощения за слово вот это «sponges», я не знаю его. Собственно говоря, это тоже, это тоже вводная часть, такая же, как и радиогном, она длится 12 секунд всего, а потом в «for big holes in space» на 6,5 минут. Вот вам там все, там и рок, и гитара страшная, ревущая, и синтезаторы, и пространство, и космический рок, и все, вот все мы медитируем, и все это все вспоминается, и «Tangerine Dream», и все остальное, а потом начинаются опять тяжелые риффы, странные мелодии, но все очень музыкально и доходчиво. Ну, для начала, ну, после радиогнома на первой стороне «You can kill me», произведение, которое группа «Gong» бесконечно играли на всех концертах, поскольку песня, она такая внятная, да, понятный гитарно-басовый рифф, и на этом риффе строится вся эта песня, но если бы это было так, это было бы безумно скучно, но «Gong» есть «Gong», и вот этот рифф, он меняется, уходит, появляются, не знаю, импровизации гитарные или нет, настолько все хорошо сыграно, все точно, все на месте, каждая нотка, что мне кажется, что эта импровизация очень хорошо подготовленная дома, что приятно. Настоящий такой в сторону заппы немножко уходит, вообще вся пластинка кренится по мелодике, по построению, по партиям конкретным каждого инструмента, она куда-то в сторону заппы все время у меня склоняется, потому что вот сам музыкальный материал, он очень напоминает иногда, но с тем же успехом он напоминает и Кинг Римсон, но это не плагиат ни в коей мере, это просто в том же духе, в духе свободного абсолютно творчества, не связанного никакими рамками, но при этом музыканты очень сильные, поэтому дурака никто не валяет, все очень здорово. Третья вещь, I've been stoned before, Mr. Long Shanks, Oh Mother. Торжественное начало, почти пафосный, какой-то душераздирающий такой номер, который переходит в веселенький, почти рок-н-ролл. Oh Mother, но очень плотный, очень мощный, очень зверский. I'm your fantasy. Джилл Смит здесь поет психоделическую такую пьесу под синтезаторное сопровождение. Космос, здравствуй, космос. Dynamite, I'm your animal. Зверское совершенно опять в сторону заппы произведения, но не сумасшедшее, не а тональное, а мелодичное, но с большим юмором и очень все интересно музыкально. Tropical Fish, Selena, предпоследняя вещь на второй стороне. С нее можно начинать. Вот там есть все. Там и Джилл Смит со своим космосом, там и тяжелые роковые гитарные дела и сложности а-ля Zappa, только интереснее по-французски сыграно, по-французски сыграно Дэвидом Олленом. В общем, удивительная совершенно музыка для тех, кто любит Crimson, Soft Machine, Фрэнка Zappa, Tangerine Dream и много-много-много Хоквинд и даже что-то от Джека Брюса есть в мелодических построениях здесь. В общем, очень интересно, ни на что не похоже, никакого плагиата, никакой попытки прилепиться к какому-либо стилю. Все самодостаточно, все очень круто, поэтому и любят люди группу GONG, собирают пластинки группы GONG, а я пошел пить. Пока.